Субтитры делал DimaTorzok Давайте вот с этого же и начнём. Первое упражнение у нас на повторение утвердительных и отрицательных предложений. Скажите мне сами, своими словами, в каких случаях Present Continuous используется? Для чего? То есть действия, которые происходят на данный момент, не всё время. Не всё время, именно сейчас. Да, давайте смотреть. Начинаем с примера. Потом все глаголы, которые нужны в скобках, их просто нужно будет в правильную форму поставить. Давайте. Дженни is not here. Дженни не здесь, нет? She is meeting her friends at school. Можем перевести парочку для начала. Она... Значит, meet – это встречаться, да? А, meeting. А, это не свитинг, а митинг. Она встречается с подругой в школе. Да, с другом в школе. Обратите внимание, они во множественном числе. Friends. Вообще с друзьями. Да, или с подругами. Первое. Давайте my phone. My phone, but here, no, is it? But where is it? Ring. Ring – звонить. Звонить. Это может быть ещё кольцо, да. Это может быть кольцо, если это существительное кольцо. Да, я хотела сказать кольцо. А я услышала, да. My phone is ringing, but where is it? Здесь можно, на самом деле, на автомате всё поставить в правильной форме, но важно, конечно, понять, о чём вообще это предложение. Давайте переводить. My phone is ringing, but where is it? На телефон звонит, но не… Но где он? Да. Но где он? Но не здесь. Где-то звонит. Где-то, да, просто непонятно где. Так, давайте второе. Ой, а вы говорили, что тогда у меня ничего не было, не слышно. Опять пропадает, видимо. Я не иду в магазин. I haven't got any money. У меня нет денег. Да. А можно ещё раз, Юль, вот то, что вот первую часть этого предложения, потому что меня было не слышно. I am not coming to the shops. Да. Вот у вас было как раз слово lose, которое тоже на и заканчивалось. В общем, эту и убираем, да, то есть coming будет, так написано, coming, шесть букв будет. Понимаете, о чём я сейчас, да? Сейчас покажу, в чате напишу. Значит, вот у нас там было в домашнем задании lose, оно превратилось в losing. Также я там написала, дала как пример take, он будет выглядеть taking, да, и come, то же самое. Это понятно, что это просто орфографический такой момент и видно только на письме. Ну, в общем, на всякий случай. Вот такое. Так, значит, где мы на Мэри? Третье предложение, давайте. Мэри надевает платье, новое платье. Да, только здесь не совсем надевает, примеряет, да. Примеряет. Да, trying on. Так, четвёртое. Нет, их несколько. The children are watching cartoon, это мультфильм. Cartoon. Дети смотрят мультфильм. Мультфильм. Так, последнее. Мои друзья, я со своими друзьями. Choose, только это choose. Choose выбирать. Было, да, выбирают некоторые новые видеоигры. Да, выбираем несколько новых видеоигр. Так, очень хорошо, что вас не сбило то, что I стоит перед пропуском, потому что, конечно, была тут вероятность такая сказать my friends and I am choosing. Это было бы неправильно, да, мы my friends and I, совершенно верно, это всё вместе идёт. Так, что-то здесь я хотела сказать. Нет, вроде бы здесь всё хорошо. Так, теперь смотрим на вопросы из слов, которые слева. Тут вот пример один, да, мы сейчас прочитаем его, а потом я сделаю покрупнее, потому что он нам будет не нужен. Итак, значит, вот как выглядит вопрос в Present Continuous. Прочитайте то, что справа. Are you? Are you working at the moment? Всё, теперь я делаю побольше, потому что нам правая часть не нужна. Всё, давайте то же самое. Мы составляем из слов грамотное предложение вопросительное. Только обратите внимание, вот этот набор слов, там глаголы, да, вот в своей неопределённой форме. Work, study, have dinner. Это надо будет переделать, приспособить под то, что нам нужно. Начинайте. Да, ну это пример, мы его уже посмотрели. Are you working at the moment? То есть, на самом деле, везде слова они так поставили, как бы они не сильно перемешали эти слова, то есть там порядок везде один. Вам нужно только вначале поставить там а или из, и самому глаголу правильное окончание дать, и уже будет то, что нужно. Теперь, are your friends studying English today? Студе. Студе. Студе, да. Мои друзья учат английский сегодня. Твои, да, твои друзья учат сегодня? Твои, да. Твои, да. Внимательно, вот с хэвтс. Сдавну. Having dinner at the restaurant. Папа ужинает в ресторане. Are you talking to your friends online? Ты говоришь с друзьями онлайн? Is it raining now? Рейнен, забыла. Смотрите, rain – это дождь, да, но в английском rain также может быть глаголом. Его трудно перевести, потому что, ну, в общем, вот смотрите, it rains often, или it often rains in autumn. Осенью часто идёт дождь. То есть rain очень часто используется как глагол. It rains – это если у нас present simple, если мы говорим о каких-то вещах постоянных. It rains. А здесь вам нужно тоже использовать rain как глагол, но только рассказать, вернее, спросить о том, что сейчас, идёт ли сейчас дождь. Нет, подождите, а вы не… четвёртый, вы не сделали ещё? Is it raining? Да, и то же самое… Да, переводите. Сейчас идёт дождь. Да, то же самое происходит со словом snow. Это тоже может быть глагол. Вот спросите, сейчас идёт снег? Is it snowing now? Ещё раз внимательнее. Is it… Is it snowing now? Да, snowing. Is it snowing now? Is it snowing now? Так, и последнее. Are you baking cake, Linda? Да. Bake – это печь, ну, в смысле, выпекать. А вот есть ли магазин… Я, правда, не знаю, честно говоря, это на самом деле так. Но, наверное, ведь есть же такие магазины булочные. Если он будет, например, с вывеской, то будет написано «bakers». Потому что «baker» – это пекарь. «Bakers» – это булочник. «Bakers» – это булочное. Так, «are you baking cake, Linda?» Ну, теперь вы можете перевести. Ты выпекаешь кекс, Linda? Да, да, ты сейчас печёшь там что-то. Так, а теперь смотрите. Сейчас, что это такое? А, это я просто сильно увеличила. Вот смотрите, те же самые вопросы, но к ним есть ответы. И нужно их друг с другом, значит, соединить. То есть, получается, под цифрой 0 у нас был вопрос. «Are you working at the moment?» И уже они здесь нашли ответ внизу. «No, I'm not. I'm relaxing». Да, нет, не работаю, я отдыхаю. Мы не говорили в прошлый раз о кратких ответах. Здесь вот они, все вот эти ответы начинаются сначала с краткого ответа. «No, I'm not», «yes, it is», «yes, they are» и так далее. И у вас, я даже думала, исправлять или нет в работе, потому что, ну, как-то это не очень справедливо, да, то, что мы никак не обсудили ничего. В общем, смотрите, поскольку у вас в вопросе фигурирует глагол «be», «are you», «are they», «is he» и так далее, то эти же слова должны быть в ответе кратком. Если вы его, в принципе, даете. Хотя, по сути, достаточно сказать просто «no», «yes». Вот, но сейчас мы просто посмотрим, в принципе, если бы мы хотели давать эти краткие ответы, не просто «yes», а «yes, I am», не просто «no», там, а «no, he isn't». Вот, давайте посмотрим, как бы это выглядело. Значит, давайте еще раз. Те же самые вопросы, только еще быстрее мы будем сейчас их составлять и подбирать ответы. Давайте, цифра один. Так, и сразу ищем ответ. Вопрос у нас, да, «твои друзья», то есть «они», вопрос «о них». И ответ должен, да, поэтому тут только один такой, да? «Yes, they are in my class». Так, дальше. «Is they having dinner at the restaurant?» «No, he is coming back home». «Да, he is coming back, говорите. «Нет, он возвращается домой». Здесь будет, смотрите, мы перевели, как «ты разговариваешь», а может же ведь быть, и это может переводиться, и как «вы разговариваете», да? Так вот, как раз тут этот случай. Вы разговариваете с друзьями онлайн, и ответ будет что-то про нас. «Нет, мы говорим по телефону». «Да, это не «ты взял», это «что сделать?» Что надо ему делать? «Возьми». «Возьми зон». «Возьми зон». Да, это вот то самое повелительное наклонение. «Take your umbrella», «don't take your umbrella». Там, например, «phone me», «позвони мне», или «call me», или «don't call me», «не звони мне». Так, ну и последнее у нас осталось про Линду. Давайте. «Are you baking a cake, Линда?» «Yes, I am…» «It smells delicious». «Delicious». «Delicious» – это «вкусный». Здесь, да, это «пахнуть». «Он пахнет», то есть это торт, который он опечатал. «Он пахнет». «Вкусно». Мы сегодня еще немножко, да, вот эту тему. «It smells», «it tastes», «it sounds», «it looks». Там будет еще упражнение, одно или два, я не помню, чтобы это вспомнить. Так, давайте теперь посмотрим, как выбрать между «present continuous» и «present simple». Вы уже сказали, что «present continuous» – это нужен, когда мы говорим о вещах, которые происходят прямо сейчас. «Present simple» – о вещах, которые происходят более или менее постоянно или постоянно не происходят. А вот, пожалуйста, у нас пример. «You usually studies in the afternoon». Расскажите, почему здесь выбрали «studies»? Какое здесь есть одно слово, которое вот прям подсказало, что… «Usually». «Usually». Помните, что такое «usually»? Это не каждый день. «Обычно». «Обычно». «Usually обычно», «sometimes» – «иногда». А как сказать «всегда»? «Always». «Always», да. Там еще есть у нас что-то такое «often» часто, да. Так, ну давайте смотреть. Значит, ищем в каждом слое какие-то намеки, и не в слове, в каждом предложении, и выбираем. «Today he makes…» «Угу». «Нет, сегодня». «Звук пропал». «Today he making lunch». Да, только не теряйте. Там, видите, стоит это апостроф «s». «He's making…» «He's making lunch». Да, то есть «lunch». То есть, если мы это все развернем, это на самом деле «today he is making lunch». Сокращенно «today he is making lunch». Так, давайте переводите и рассказывайте, почему вы это выбрали. Потому что слово «today» значит «сегодня я завтракаю». «Он завтракает». «Нет, сегодня он готовит обед». «А, готовит». «Да, make – это же делать что-то». «А, make – это делать». «То есть, может быть, обычно готовит там, не знаю, жена, а сегодня он». «Так, второе». «My mom enjoys going on to create concerts». «Это концерты». «А, концерты». «Так, enjoy – знакомое слово?» «Joy – радость», «enjoy – не знаю». «Enjoy» – это почти то же самое, что «like». То есть, это что-то любить, получать отчет удовольствия. Нам здесь нужно, чтобы предложение было такое. «Мама любит ходить на концерты». «My mom enjoys going to concerts». «My mom enjoys going to concerts». Вот после вот таких слов, как enjoy, like, потом hate – это ненавидеть, да? Значит, enjoy, like, hate, love – тоже. Потом есть еще выражение can't stand – не выносить что-то. Вот после таких глаголов, следующий глагол, как в этом примере going – ставится с инговым окончанием. Давайте вот прям минуточку этому уделим. Значит, как вот, например, вы скажете «я люблю фотографировать». Значит, фотографировать само выражение звучит как «take pictures». И нам надо будет сейчас его, поскольку там глагол «take» есть, нам нужно будет его подстроить, чтобы оно было в правильной форме. Давайте, значит, «я люблю» – это «like» или «love» или «enjoy» – фотографировать. Как это прозвучит? «I like taking pictures». «Pictures», вот так, да, в таком духе. «I like taking pictures». Давайте скажем, например, «я…» Сейчас что-нибудь такое, чтобы это можно было ненавидеть. «Я ненавижу ходить на там оперные концерты», пускай это будет «opra concerts». Давайте. «Ненавижу напомнить». «Hate». 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 «I hate going to opera concerts». «To opera concerts». «I hate going» или «I don't like», «не люблю». «I don't like going to opera concerts». Так, ну давайте третье теперь. Там у нас в конце будет «designer clothes». Чтобы вас это не пугало, «designer» читается, да, дизайнерский. «Designer». «Designer clothes». А вот это «hardly ever», кстати, да, оно означает «почти никогда». «Hardly ever». «We hardly ever buy». «Designer». «Buyning». «Designer clothes». «Cloves». 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 «Мы почти никогда не покупаем дизайнерские вещи». Так, а что вы выбрали, «buy» или «abying». «Bying». «Ну, почти никогда». «Ну, почти никогда». «Почти никогда не происходят, это значит «present continuous». «Ой, нет». «Present simple». «Да». «Значит...» «Да, переделывайте». «We hardly ever buy designer clothes». «Да, так. Следующая вопросительная. «What do you do?» «Или are you doing?» «Да, варианты». «What are you doing in my room?» «Дуин». «Дуин». «Что ты делаешь в моей комнате?» «Да». «I need to...» «I am...» «I am needing...» «Дальше. «A new pair». «A new pair». «A new pair of shoes». «А это давайте я вам напомню». «Смотрите, да?» «Это как раз у меня где-то дальше будет». «Вот». «Это есть глаголы, которые не надо ставить в continuous, даже если речь идет о чем-то, что прямо сейчас происходит. Типа, я верю, я помню, я понимаю, я имею в виду, я хочу». «Вот эти все глаголы, вот believe, know, understand, hate, вот и need, который вам нужен сейчас, он тоже вот из этого списка. То есть не ставьте их в continuous, поэтому мы вернемся сейчас, и вы возьмите его, и чтобы он был в present simple. «Поняла». «I need a new pair of shoes». «А мне нужны на новая пара туфель». «Да, да, мне нужна новая пара туфель». «Так, теперь еще одно упражнение, здесь нужно уже…» «А, ну не в смысле уже, здесь мы тоже выбираем». «Так, а ежели в октуску…» «Давайте вот как раз мы его разделим пополам, и последние три предложения будет домашнее задание ваше. Третье, четвертое, пятое. Ладно? А мы сейчас посмотрим пример и сделаем первые два. Пример читайте. «Я usually walk to school, but today I am talking, taking the bus. Я регулярно…» «Обычно. Обычно. Пешком хожу со школы, но сегодня…» «Ту школу, ту школу – это в школу». «Ага, в школу, но сегодня я еду автобусом». «Да, угу, давайте первая, Мэри?» «Мэри, мэри, 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 Но сегодня она покупает новую пару джинсов. Вот смотрите, я вам сейчас отправлю в чате то, что вы сказали, и попрошу найти ошибку. Но это вот такой момент. Здесь не хватает окончания. Просто я считаю, что я должна об этом сказать. Третье лицо, единственное число. Mary likes shopping. Говорите вы, а должно это быть Mary? Мы глаголу добавляем окончание s. Помните такое правило? Likes, да. Likes, да. Mary likes shopping. Так это просто, чтобы не забывать. Так, и второе. I speak French and English, and I want to learn... Spanish. Spanish. Испанский, да? Так, испанский, да. Переводите. Я говорю на французском и английском, и я... Хочу. Хочу, а, да. Хочу говорить. Выучить. Выучить испанский. Выучить испанский. Да, и у нас вот этот want как раз из списка глаголов, которые не ставятся в continuous. А speak вы взяли почему вместо там, например, I am speaking? Потому что это present simple. Да, ну а почему это present simple, почему вы его выбрали? Потому что, ну, да, он знает, то есть это постоянно. Совершенно верно, да. Потому что это, да, это постоянно. То, что я знаю, да. Да, так, это мы посмотрели. Вот. У нас сегодня уже где-то в одном из упражнений там про Линду, которая печёт торт, была фраза it smells delicious. Он пахнет замечательно. Вот смотрите, вот эти глаголы look, feel. Feel – это когда на ощупь что-то. Вы говорите, например, там, стол, там, не знаю, какой может быть стол, ну, там, твёрдый или там, холодный. Вот для таких предложений вам нужно быть глагол feel. То есть как вы на ощупь что-то ощущаете, что-то, да, чувствуете. Значит, sound, taste и smell. Вот эти глаголы можно использовать для того, чтобы говорить о своих впечатлениях о чём-то. То есть как что-то выглядит, как что-то на ощупь, как звучит, какой имеет вкус и как пахнет. И если вы, мы об этом уже говорили, я напоминаю, если вы используете вот в этих значениях эти глаголы, их в present continuous тоже ставить нельзя. Иначе у них будет другой смысл. Потому что у глагола look, кроме выглядеть, в английском есть значение смотреть. А это как бы совершенно разные вещи. Вот не хотите, чтобы у вас было смотреть, надо вам, чтобы это было выглядеть. Не ставьте тогда его в present continuous. Значит, то же самое, например, у глагола sound. Самый плохой пример. Taste – это иметь вкус. Вот в том случае, который мы сейчас рассматриваем. А также это может означать пробовать. Вот если вы хотите, чтобы было пробовать, то есть действие. Действие. Пробовать – это действие. Ну, как бы так считается, да, что пробовать – это действие, а иметь вкус – это не действие. Это, ну, впечатление. Ну, в общем, вы понимаете, да, о чём я? Вот. Короче. И то же самое smell. Если вы хотите говорить о впечатлениях своих, то ставить его только в present simple. Иначе он будет иметь значение нюхать. Например, да. She is smelling soup. Она нюхает суп. А вот здесь может быть present continuous. А если хотите сказать, как суп пахнет, то тогда только в present simple. The soup smells delicious. The soup smells tasty. Там пахнет хорошо, пахнет вкусно и так далее. Вот. Значит, давайте посмотрим вот эти примерчики, прочитаем эти предложения и попробуем… Ой, господи, мне всё кажется, что если я покручу это колёсико, будет лучше видно, а оно переключается. Давайте читаем пример и переводим. Начинайте. It looks cool. Видно, нет? Следующее. Следующее не перешло только. Не надо. Да, давайте мы их прочитаем и переведём. Значит, it looks cool. Что это значит? Холодно. Не cold, а cool. Cool, ведь cool, оно может означать прохладный. Но здесь оно значит крутой. Там плохо видно, но девушки рассматривают витрину. Это выглядит круто. Да, выглядит круто. Так, дальше у нас ребёнок, который, значит, в свитере вот так вот, да, залез в свитер. Что написано под фотографией? Читайте. It feels comfortable. Comfortable, да. It feels comfortable. Что это значит? Это комфортно. Это комфортно, да, это комфортно. То есть он себя там чувствует уютно в этом свитере. It feels comfortable. Так, следующее. It sounds nice. Это звучит хорошо. Хорошо. It tastes good. Это на вкус хорошо. Да, это вкусно. И последнее. Он там держит рыбу в руке. Да, пахнет ужасно. Awful значит ужасно. It smells awful пахнет ужасно. Так, попробуем теперь вот такое упражнение выполнить. Здесь нам нужно будет немножко перефразировать предложение, используя вот эти глаголы восприятия из списка. Look, smell, taste, sound. Давайте сначала вы прочитаете пример. Значит, читайте то, что слева, и то, как они переделали это. This shot is horrible. Horrible, да. Horrible, ужасный. Так же, как и awful, так же, как и terrible. Да. И что это получилось из него? This shirt looks horrible. Да. То есть давайте сравним предложения. Они по смыслу практически одинаковые. This shirt is horrible можно перевести как? Это рубашка. Рубашка. Это, а, да, рубашка. Это рубашка ужасная. Ужасная. Да. А в предложении справа будет как все это звучать? Это рубашка выглядит ужасно. Ужасно. Вот так давайте с остальными. Значит, в предложении номер один есть слово fashionable. Ну, это значит модный, да? Fashionable. Читайте. Давайте переведем только вот это, то, что вы сделали. That dress looks fashionable. Что это такое? Платье выглядит модно. Модно. Выглядит модно. Looks fashionable. Выглядит модно. Так, дальше я сейчас вот немножко подскажу. Значит, там есть глагол burn. The cake is burning. Burn значит гореть. То есть давайте сразу переведем. The cake is burning. Да, вы висели у меня. Да? Значит, еще раз. Смотрите. Предложение 2, да? Я рассказываю. В этом предложении есть глагол burn. Видите его? Да? Burn значит гореть. Сами переведите мне предложение. The cake is burning. Кекс горел. Горит сейчас. Горит. Горит. Горит, да. Кекс там или торт, или не знаю, пирог нет, наверное. Горит. Дальше читайте. It is awful. Давайте я вам транскрипцию вот этого awful напишу. И сразу, я надеюсь, будет легче с ним. Так, сейчас медленно-медленно вылезает это меню сверху. Значит, транскрипция. Очень грубо пишу. Ну, вот так вот. Awful. Да? И ударение на первый слог. Awful. Видно? Да. Да. Так, значит, it is awful. Это ужасно. То, что горит этот кекс. Дочитывайте. Open. Open the window. Что это такое? Open the window. Открыть окно. Вы проще переводите. Прямо говорить. Открой. Открой. Открой окно. Да. Да. Все, давайте. Значит, нам тут нужно что-то переделать. Использовать какой-то глагол из списка. Все не надо. Нам не нужно все переделать. Нам нужно просто сказать, что пахнет ужасно. То, что горит, пахнет ужасно. Можно начать с eat. Можно начать с the cake. Ужасно, да? Оставляем его. Awful. The cake smells awful. Или it is. Ой, извините. It smells awful. Пахнет ужасно. The cake smells awful. It smells awful. Хорошо. Третий. Давайте. Здесь пицца. Пицца. This pizza is very good. I'd like more. Так, напомните мне, пожалуйста, что такое I'd like? Я бы хотел попробовать. Не попробовать, еще бы хотел, да? I would like. Я бы хотел. Еще. Еще. Хорошо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. А как спросить, хочешь еще? Там немножечко переставляем местами слова, да? Было I would like, остановится в вопросе. Сейчас я давайте в чате напишу, чтобы это было хорошо. Да, мы никуда не торопимся. Так, I would like. Это у нас в утвердительном предложении. В вопросительном, меняем местами первые два слова. Что получается? Меняйте местами, вы не меняете. Would you like more? Да, would you like more? Ты хочешь еще? Would you like more? Да. Итак, мы теперь про пиццу. Говорим, что она на вкус хороша. Хороша. Здесь пицца tastes very good. Все. Здесь пицца tastes very good. Смотрите, еще раз. Вот этот тейст, он внутри у него звук эй. Как, например, в слове эйт. Поэтому так и произносится. Тейст, да? Здесь пицца tastes very good. Так, ну давайте четвертое. That shirt is not very clean. Да. Рубашка, да? Да. Не чистое. Не чистое. Я думаю, здесь мы можем взять слово smell, иначе нам просто больше некуда будет поставить. Скажем, что она пахнет ужасно. Можем использовать horrible, можем использовать awful. Они здесь оба у нас есть. Мы их можем, поэтому удобно поставить в предложение. That shirt smells horrible. Например. That shirt smells horrible. Да, у нас был сначала looks horrible, так еще и smells horrible. Так, и последнее про песню давайте. This song is terrible. Terrible. Тоже ужасный. Awful, horrible, terrible, они все синонимы. This song sounds terrible. Отлично, да, так и должно быть. Все, сейчас все выключится. Давайте второй раз включаться, да? Да. Так, хорошо, сейчас. Так. Хорошо, сейчас. Продолжение следует...